Строго следуя технологии, аккуратно снимает до 6 сантиметров асфальта. Этой ночью началось фрезерование дорожного полотна по улице Партизанской. Обновление участка проезжей части длиной почти 2,5 километра стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Отремонтируют улицу по всей ширине методом больших карт. В ночь на 9 июня начали работы на одном из самых сложных отрезков дороги от Волгина до Тушинской. Местами, где полотно особенно просело, его укрепят. Ямы, провалы, колея. На этой улице было очень много застоев воды. Путем фрезерования будем стараться вывести воду. Где яма, поправляем, где шишки, потрясаем. Выравниваем. По фрезерованию работа закончится в ближайшие три дня, если погода будет позволять. Подготовительная работа сначала. Замена люков, дождеприемников, дорожных плит и подготовка основания. Будет использоваться асфальт ШМА-16. В этом году и эта смесь асфальта впервые используется для ремонта дорог местного значения. По оценкам экспертов, дорожное полотно из нее отличают повышенные показатели прочности. Потому гарантия составляет пять лет. Подрядчик привлек шесть единиц спецтехники, пять камазов и дорожную фрезу. Оценить новую дорогу самарцы смогут ближе к сентябрю, когда по контракту объект сдадут в эксплуатацию. Впрочем, работы идут с опережением графика, не в ущерб качеству. Каждый день езжу по этой улице на работу. Дорога была вся убитая, машин много и пробка. Кто по встречке обезжает, ямы очень глубокие, кто колесо прокалывает. Думаю, скоро положат и будет прям идеальной дорогой. Чтобы дорога получилась идеальной, работают круглосуточно. Фрезерование и укладку нового покрытия выполняют вечером и ночью в часы пониженного трафика. Движение не перекрывается. Данный объект очень важен. Он как артерия транспортная для города. Все смеси укладываемые соответствуют ГОСТ, соответствуют новым стандартам, то есть требованиям. После всех укладок, МБУ дорожное хозяйство выполняет двор ПРО. Этот асфальт испытывается. То есть, если проходит все в нормах и все в нормах соответствуют, соответственно, данная работа принимается. Если же лабораторные исследования обнаружат несоответствие ГОСТу, подрядчика обяжут переделать работу, но уже за свой счет. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...